Здравствуй! Ну что, сегодня опять ходили за грибами. Вот такие белые красавчики, те, которые пойдут в заморозку. А вторые я сейчас жарю, потому что мы будем готовить сегодня очень вкусное блюдо. Те же белые грибы я проварила. Здесь еще дубовиков пару было, поэтому такой цвет, как будто бы немножечко темноватый. На растительном масле обжариваю, добавляю на это количество, ну я знаю, вы можете шампиньоны, начинку, количество это делайте вы сами, по желанию. Добавляю сюда луковицу, один зубок чеснока, соль, перец и все. И начинка готова. Что будем делать дальше, я обязательно вам покажу. Готовится начинка, и пока она будет остывать, я достала 900 граммов у меня слоеного теста. Вот такое тесто, это не самая лучшая фирма, но оно неплохое. Стоит 56 гривен. Вот вы посмотрите, сколько у нас получится вкусных пирожков, потому что такой пирожок, который мы сегодня будем с вами готовить, ну такого вкуса вы не купите, а такой пирожок стоит не менее 15 гривен, самое дешевое, а так 25, даже 30. А мы приготовим, пусть размораживается это тесто. Так, начинка грибная у меня остыла, вот она как выглядит. И сейчас я сюда добавлю 2 шарика моцареллы у меня есть, я вот купила, нарежу и соединю с грибами. Можно добавить твердый сыр, если нет, то можете плавленый сыр, подешевле будет. Все, нарезаю моцареллу, не сильно мелко и не сильно крупно, так знаете, вот такими 5 миллиметров. И прямо перемешиваю с грибами, чтобы равномерно начинка была грибы и моцарелла. По соли сразу, черный молотый перец добавьте, по соли сразу доведите, чтобы начинка была уже готовая. Конечно, немножко многовато моцареллы, но ничего. Вот так разрезаю, но она хорошо ломается, поэтому вот так. Все, нарезаю и соединяю и перемешиваю. И будем раскатывать тесто, потому что тесто уже у нас стало мягкое. Ну что, я взяла немножко муки. Я такое тесто не покупала, не знаю, как оно себя сейчас поведет. Так, где тут начало, где конец. Аккуратненько вот так разматываю. Чуть-чуть можно подкатать, а можно оставить, чтобы повыше было само изделие. Вот так и оставить. Теперь, сейчас нарежу такие квадраты по сгибу. Как здесь есть, так и нарежу. Ну, здесь уже знаете форму, как вы будете формировать эти изделия. Это ваше личное дело. Я вот так сейчас квадратики нарежу и самым обычным макаром вот так пополам. Раз, два, три, четыре, пять. Пятнадцать штук, вот посчитайте. Ну, конечно, у меня начинка не дешевая. Вы можете использовать просто грибы и лук. Можете добавить яйцо с луком зеленым, как хотите. У меня грибы, белые грибы с моцареллой. Это, конечно же, будет вкусно. Все, приступаем. Беру противень. Духовку я уже включила. Включите сразу 250 градусов, пусть нагревается. Противень я пользуюсь многоразовым пергаментом. И сейчас давайте будем начинать формировать. Сейчас немножечко так отодвину. Беру этот пластик один. Не разрезалось до конца. Ну, ничего страшного, это такое дело. Дорезаем. Тесто не полностью размороженное, но такое холодное, но не мерзлое. Вот так вот распределяю. И сейчас сюда начинку. Я буду скреплять вот так вот, как обычный. Можно треугольником, можно как самсу, можно как манты. Как хотите. Так. И начинку распределите, чтобы же у вас хватило. 15 ложек начинки. Но я побольше, побольше. То есть я вот так вот сделаю. Теперь вот так сделаю. Вот так. Самый по-простому, да? Вот так. Здесь можно вот так сделать-ка, если хотите. Вот так. Раз. И вот так. Два. Можете закрывать эту дырочку. Вот так вот такими. Как кольцо у вас оно будет. Вот так вот сделайте. Можете просто. Здесь, я не знаю, у меня просто нету свободного времени сейчас. Я не буду сильно тут выкрутасничать. Вот так можно даже вот эти сделать красиво. Вот так заплести. Оно все равно, когда будет печься, оно красиво, вот когда тесто еще сырое. Любые вот эти украшения теста. А когда оно выпекается, оно совершенно не такое. Вот хотите вот так, значит делайте вот так. Все. Быстренько сейчас формирую наши пирожочки. И на противень. Я приготовила вот так. И теперь вот так чуть-чуть водичкой сбрызну. Можно яйцом. Но я не советую вот именно такое тесто слоеное смазывать яйцом. Мне лично не нравится. Все. Отправляю в духовку. В духовке 220 градусов выпекаем, вы увидите, до золотистости. Посмотрим. Ох, первый расклеился. Маленькие изделия минут 15. Если большие штруделя, 20-25 минут. Ну что. Вот такие у нас пирожки получились. Замечательные, вкусные. Начинка сочная, классная. И я говорю, что такие пирожки, как вы вначале слышали, может приготовить любая хозяйка. Без хлопот и без забот. Все, конечно, горячее. Давайте возьмем вот этот вот треугольничек. Смотрите, как он замечательно выглядит. И сейчас я его вот разломаю. И смотрите, какой. Так. Вот такие вот слои. Это, конечно, заслуга не моя. Это заслуга этого теста. Тесто это с разряда недорогой фирмы. Но ведет оно себя очень довольно-таки прилично. Давайте попробуем. Беленький грибочек. Горячее нельзя. Пусть остынет. И потом я, конечно же, вместе со своей семьей сядем и покушаем вот эти вот пирожки. Ребята, ну быстро. Вы посмотрите, какое количество. Посмотрите, какие красавчики. Видите? Чуть-чуть тут может быть. И то оно не горело такое. Такие легенькие, такие воздушные. Вот эти трубочки, смотрите, тоже. Я не смазывала яйцом. Хотите? Я вот просто сделала вывод, что когда смазываешь яйцом, они не такие. Вы смазывайте, пожалуйста, смазывайте. Так что самый быстрый рецепт для хозяек, которые вообще даже не умеют готовить яичницу, вот такие пирожки вы приготовите. То есть вместо начинки моцареллы и грибы вы можете взять творог, вы можете взять просто моцареллу, вы можете взять кусочек сыра туда завернуть и все. Готовьте, пусть у вас все получается. Я думаю, вы поняли, что маленькие изделия это 15 минут. Если вы готовите большие булочки, как багетами завернута, штруделя, это 25, даже может быть 30 минут. При температуре нагреваете 220-250 и потом 200 выпекаете. Я желаю вам здоровья, мирного неба над головою, смачных страв на вашем столе. До побачення, до новых встреч. И вы знаете, делимся рецептами. А может кто-то такой самый простой рецепт и шукает. До побачення. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok